20 апреля вышел финальный эпизод третьего сезона сериала Мандалорец. В 24 главе показали несколько сюрпризов и некоторые намеки на будущее Звездных Войн. Третий сезон расширил историю Мандалорцев и показал их попытки вернуть свою родную планету. Но ближе к концу выясняется, что Мандалор стал крупной базой Империи, и это привело к взрывному и захватывающему финалу. Давайте в этом видео пройдемся по последней серии, как концовка связана с Гранд Адмиралом Трауном, вернется ли Гидеон, и как все события повлияют на предстоящий полноценный фильм Мандалорец. Предупреждаю, будут спойлеры. Встречайте, новинка. Нитрофреш, освежающий напиток с комплексом витаминов для вас. Нитрофреш, освежись со вкусом. Как видно из восьмого эпизода третьего сезона, Мов Гидеон начинает крупную атаку на Мандалорцев, которые не ожидали появления Имперцев на Мандалоре. Построив на планете целую секретную базу, Гидеон стремился уничтожить Мандалорцев раз и навсегда. Однако серия ключевых побед обеспечила уничтожение врагов, а также установила совершенно новый статус для Бо-Катан, Дина Джарина, Грогу и всего Мандалорского народа. Мандалор В финале третьего сезона Дин Джарин присоединяется к Новой Республике, чтобы начать разыскивать имперских военачальников. Это означает, что Дин Джарин станет еще большей проблемой для Империи. Вступив в союз с Новой Республикой, остается только гадать, когда Дин Джарин и Грогу встретятся с другими имперскими лидерами и предположительно с самим Гранд Адмиралом Трауном, поскольку все приближается к предстоящему фильму о Мандалорской эпохе. Ты хочешь работать на Новую Республику? Как независимое лицо. Дин Джарин просит, чтобы Грогу принял кредо и был принят как истинный Мандалорец, но ему объясняют, что Грогу слишком молодой, чтобы принять кредо, и поэтому он не может стать Мандалорцем. Дин Джарин в таком случае решает усыновить Грогу, чтобы стать его отцом. Теперь Грогу разрешено стать Мандалорским учеником, а также теперь он будет известен как Дин Грогу. Отныне ты, Дин Грогу, ученик Мандалорец. Многие могут возразить, что новым именем Грогу вместо Дин Грогу должно быть Грогу Джарин, если следовать Мандалорским традициям и известным семьям, таким как Джанго и Боба Фетт или Бока Танг Райс. Однако, возможно, общее имя происходит от родного мира Дина Джарина, а не от Мандалорского обычая. Но, безусловно, Дин Грогу произносится лучше, чем Грогу Джарин. Ты должен покинуть Мандалор. Отправиться с учеником в путешествие. После усыновления и переименования Грогу во время церемонии в живых водах Мандалора, дитя смотрит в воду и, скорее всего, соединяется с обитающим внизу мифозавром, могущественным существом, которого впервые увидела Бока Тан во втором эпизоде. Связь Грогу с зверем подтверждает, что новая эра действительно наступила. Здесь нам также намекают, что, возможно, в будущем мифозавры смогут вернуться на поверхность, чтобы их приручили и оседлали Мандалорские воины, как когда-то делали их предки. В следующем сезоне не стоит ожидать появления Моффа Гидеона, так как в финале третьего сезона нам показали, как из-за взрыва он погиб. У Гидеона были клоны, над которыми он работал, но все они были уничтожены Джарином и Грогу в начале эпизода. Таким образом, Гидеон навсегда потерпел поражение во вселенной Звездных войн. Это также означает, что осколки Империи, скорее всего, продолжат служить под руководством Гранд-Адмирала Трауна и комендантом Брэндала Хакса. Как подтвердил Гидеон перед своей смертью, клоны, которые он разрабатывал, были бы улучшенными версиями самого Гидеона. Используя данные, собранные в ходе ранних экспериментов над Грогу, показанных в первом сезоне, Гидеон был близок к тому, чтобы взломать код, который позволил бы ему создать армию клонов, чувствительных к силе. Хотя исследование изначально предназначалось для коменданта Хакса и проекта Некромант, Гидеон использовал результаты в своих целях, стремясь захватить разрушенную Империю. Я создам армию, которая наведет порядок во всей галактике. Работа Гидеона повлияла на будущее создания Верховного Лидера Первого Ордена Сноука, а также на воскрешение Императора Палбатина. Это наиболее вероятное завершение проекта Некромант. Хотя Джарин уничтожил всех клонов, созданных Гидеоном до этого момента. Вполне вероятно, что само исследование может быть восстановлено оставшимися имперскими лидерами. И с её помощью создать непобедимую армию. Тёмный меч Тёмный меч заметно отличается от обычных световых мечей джедаев. За тысячи лет до событий Новой Надежды, первый мандалорский джедай по имени Тор Визла создал Тёмный меч, выковав рукоять из Бескара и соединив её с Кайбер-кристаллом. Для каждого падавана это был целый обряд получения уникального кристалла. Иначе они не могли бы создать свои световые мечи. Каждый джедай был связан с определённым осколком. И эти фрагменты меняли цвет с бледного белого по умолчанию, в зависимости от личности джедая. Поскольку Тор Визла был гордым мандалорским воином и первым, кто из своего народа присоединился к Ордену джедаев, кристалл Тёмного меча, вероятно, приобрёл свой уникальный оттенок, отражающий его владельца. Бескарская рукоять, вероятно, не повредила делу. Во время дуэли Гидеона с Бо-Катан, Тёмный меч был уничтожен. Гидеон ссылается на этот легендарный клинок, как на безделушку, из которой мандалорцы черпают свою силу. В этом есть доля правды. Без своих побрякушек мандалорцы слабы. Уничтожение Тёмного меча невероятно символично. Клинок олицетворял старые способы объединения Мандалора через одного достойного человека. Теперь наступила новая эпоха. Мандалорцы станут едиными, находя свою истинную силу друг в друге. Бо-Катан теперь придётся постоянно доказывать, что она способный лидер, а не полагаться на Тёмный меч, как на своё единственное право править новым Мандалором. Мандалорцы сильнее вместе. После уничтожения меча появляется вопрос, можно ли восстановить клинок. Итак, в практическом руководстве создания Тёмного меча всего два шага. Сделать рукоять и вставить кайбер-кристалл. Если кому-то предназначен кристалл, то Сила делает это возможным. Бо-Катан, возможно, не обладает силой разума своих многочисленных друзей-джедаев, но отсутствие чувствительности к Силе никогда не мешало Силе вести людей по их пути. В четвёртом сезоне могут сделать интересный побочный квест, где Бо-Катан будет искать по галактике новый кристалл, но будет ли он тёмным? Если бы Леди Крайс действительно преуспела в своей теоретической экспедиции, то второй шаг был бы очень простым. Когда Великая Кузница снова работает, нет ничего, чего бы не смогла создать женщина с блестящими талантами оружейника. Бо-Катан нужно только её попросить, и новый Тёмный меч будет сделан. А полностью соединить меч Силы могут помочь Грогу, Асока или даже Люк Скайуокер. Третий сезон заканчивается большим собранием Мандалорцев, когда Бо-Катан снова зажигает огни Великой Кузницы. Это символизирует новую эру для их народа, с официальным возвращением Мандалора. Вполне возможно, что Бо-Катан и народ Мандалора станут союзниками Новой Республики, особенно учитывая новую роль Дина Джарина. Не стоит расстраиваться, если думаете, что увидели Мандалор в последний раз. Вполне вероятно, что в следующем сезоне мы увидим больше сцен с восстановлением планеты, и конечно же увидим самих Мандалорцев. Как видно в самом конце третьего сезона, Джарин заключает сделку с Новой Республикой, чтобы выступать в качестве неофициального и независимого подрядчика. Таким образом, Джарин и Грогу устроятся на работу охотниками за головами, чтобы выслеживать других лидеров остатков Империи, таких как Гидеон. Помимо четвертого сезона, который официально запущен в разработку, дуэт наших героев находится в отличном положении для пересечения с другими шоу Звездных Войн, действия которых происходят в ту же эпоху, такими как Асока и Звездные Войны Команда Скелетов. Это также закладывает основу для предстоящего фильма Мандалорец. В третьем сезоне создателям не удалось поднять планку качества, несмотря на усердную попытку создать впечатление, что они сделали что-то масштабное. С двусмысленной концовкой Моффа Гидеона, знанием того, что проект клонирования далек от завершения и отсутствием истории доктора Першинга в середине сезона, то возможно, что четвертый сезон сбросит все это и начнет заново. На данный момент, единственный способ спасти Мандалорца, это найти новых сценаристов, чтобы они помогли вдохнуть новую жизнь и идеи в сериал, который начинался с таким большим потенциалом, и который в конечном итоге был потрачен в пустую в третьем сезоне. А что вы думаете про третий сезон? Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok